Вся наша аудитория ждет вашего анализа по поводу того, что произошло и что будет происходить после того, как Соединенные Штаты Америки в очередной пакет санкций включили в том числе Мосбиржу. Понятно, что происходит дедолларизация и привязка юанизации российской экономики. Что это означает для России, каковы перспективы, как это будет во времени развиваться, привязка к юаню и зависимость от Коммунистической партии Китая в конечном итоге, которая регулирует этот курс. Ну, на самом деле, смотрите, процесс юанизации, он же не только что начался с этого указа, он идет уже целый год, даже больше, собственно говоря, если вы поинтересуетесь, то Государственное Дома России еще примерно больше года назад запретило вообще создавать валютные резервы в России в иных валютах, кроме юаня. То есть ни доллар, ни евро теперь не разрешены к хранению Фонда национального богосостояния, поэтому Фонд национального богосостояния России теперь состоит только из юаней и золота, больше ничего не осталось. Это такая не очень хорошая конструкция для России, но другой у нее просто нет. Более того, если посмотреть рынок валютный, даже до всех этих событий уже доля юаня стала превышать более 50%, она стала соответственно, то есть российская валютная сфера уже на более чем наполовину развернулась к юаню. Ну и это в общем логично, потому что и российская внешняя торговля развернулась к Китаю, и доля Китая где-то уже около 45% в импорте России, то есть Россия намертво привязывается к экономике. Китай это, ну знаете, как бы на языке экономистов это называется превышение предела экономической безопасности, потому что считается, что по какому-то виду товаров больше 20% получать от одного поставщика просто очень опасно, потому что тогда ты от него зависишь. Мы собственно с вами наблюдали на примере Европы и российского газа, когда они привязались, очень хорошо нарушили эту норму и в итоге попали в сильную зависимость от России. Когда Россия вильнула хвостом и перекрыла вентили, то Европа попала в тяжелую ситуацию именно из-за того, что не был диверсифицирован круг поставщиков. Значит, поэтому Россия сейчас намертво привязывается к Китаю, зависит от Китая, обречена повторять все истории, которые происходят в Китае, и это значит, что на Россию теперь будут влиять еще и риски китайской экономики. Значит, это тоже не очень понятная история, но понятно, что Китай не очень стабильная страна, и судя по всему у нее не очень такие теперь веселые перспективы. Мы наблюдаем очень какие-то такие нехорошие признаки, не буду в это вдаваться, но то, что Россия намертво привязалась только к одной стране, и только оттуда получают оборудование, автомобили, потребительские товары, это, конечно, такая рискованная история, но и, соответственно, валютный рынок развернулся в эту сторону. Значит, что произошло? Ну, как бы, произошло ожидаемое. Нельзя сказать, что это вот вид санкций был совершенно гром среди ясного неба. Нет, в общем, все предполагали, что такое может быть. Наоборот, в России народ губой радуется, говорит, а вот нас клиринг не отключили, значит, не отключили гипотетарный центр, не отключили биржу, нормально живем, вроде ничего страшного, но вот теперь отключили. Но это как бы было ожидаемо, к этому как-то приготовились. Но это означает, что рынок станет какой-то такой неединенный, фрагментированный, появятся, значит, всякого рода дополнительные посредники на рынке валюты. Более того, начнет формироваться черный рынок валюты, привет из СССР. Когда ты говоришь, что Россия движется в прошлое в СССР, то на тебя народ смотрит с испугом, говорит, да что ты такое придумаешь, как это может быть. А вот, может, некоторые страны вполне способны возвращаться в прошлое. И, собственно, даже в этом нет ничего интересного и необычного. Мы знаем историю человечества, человечество периодически провалилось в варварство из цивилизации, такое уже бывало. Ну и, в общем, в этом смысле, так сказать, Россия движется опять какие-то такие старые времена, 90-е, а может быть, даже 80-е, не знаю, куда закатимся, не могу сказать. На самом деле, вот в этом новом варианте санкций, которые появились, там есть вещи, которые вот сегодня эксперты российские, мои коллеги, оценивают даже страшнее, чем отключение биржи. Это то, что там были введены санкции, на что не все обратили внимание. На российские дочки банков, открытые в Китае. А здесь, как советские загранбанки, если помните, были такие в советские времена, да? Вот, блин, в Лондоне был такой банк, откуда Герасченко к нам пришел. Ну и так далее. То есть, из них были какие-то операции по внешней торговле СССР. Ну вот такие же банки открыли, российские банки, значит, соответственно, ведущие в Китае, они обслуживали внешнюю торговлю, они теперь тоже попали под санкции. И, значит, соответственно, для них тоже начинаются огромные проблемы. Появилось, насколько мы понимаем, в этом списке несколько небольших китайских банков, которые тоже обслужили российскую внешнюю торговлю. То есть, ну, мы понимаем, что мы сейчас как бы находимся, ну, на втором этапе санкционной войны. Вот я это так называю. Я говорю, все рассказывают про первый пакет санкций, второй пакет санкций. Это, ну, в общем, бессмысленная история. И эта война, она идет долго, будет идти долго. И набирается опыт, в ней выращиваются новые технологии. И, в общем, судя по всему, стало понятно, что легче всего Россию ущемить, ущучить и нарушить ее интересы через банковскую систему. Вот это сейчас и отлаживается система. И это означает, что теперь под угрозой не только, ну, как бы, торговля с развитым миром, с его валютами, но и торговля с Китаем. То есть, потому что, раз нельзя проводить платежи через вот эти российские дочки в Китае, раз наказывают малые банки, которые тоже работают с российской внешней торговлей, то даже обычные вот импорты с Китаем становятся проблемой. Собственно, об этом речь идет уже несколько месяцев. Все в России воют, что, значит, не проходят платежи в Китай. Китайские банки обрабатывают платежи в юанях, обратите внимание, в юанях, от трех до шести месяцев. И это разрушает торговлю, это разрушает импорт. И мы уже видим картину совершенно неожиданную для России, которую, по-моему, радует только президента России, больше никого. Он у нас уникальный человек. Вот он радуется тому, что на самом деле является бедой для России. Он радуется сокращением импорта в Россию. Он же тут вышел с криком, что давайте вообще сократим долю импорта в валовом продукте России до семнадцати процентов против двадцати пяти-двадцати шести. И это значит, что в России вернется, опять же, к такой же, ну, как бы, доле импорта в экономике, как в советское время. Что такое импорт в советское время, мне вам рассказывают. Вы знаете, какая-то была жуткая дефицитность, и как это было тяжко. И какой это было мечтой купить хоть что-нибудь приличное. Типа, я не знаю, там, финских сапог, да, или финских мужских туфель, саламандра, это просто по-жуткому блату добывалось. Ну, вот, как президент ведет туда, а для российского населения это беда, потому что сокращение импорта, сокращение наполнений на полках. И это, в общем-то, к чему россияне уже не привыкли, а точнее, отвыкли. И им кажется, полки всегда будут полные, но сокращение импорта – это беда. Так что, в этом смысле, через вот эту систему банковских санкций разрушается внешняя торговля, прежде всего, портятся возможности для импорта в Россию. Что чревато, повторяя, пустошением полок. Это неприятная история, это, может быть, не менее, даже более значимо, чем вот санкции против Мосбиржи. Игорь Владимирович, тем не менее, вот поясните, пожалуйста, для неспециалиста, а почему вот проблема с Китаем возникла, откуда имеется в виду торговля с Китаем? То есть, есть российский экспорт, за который можно получать юани. Правильно. Ну, я не знаю, там понятно, что, в общем-то, я вообще не думаю, что это возврат в советские времена. В советские времена все-таки курс доллара определялся в соответствующем профильном отделе ЦК КПСС. Это все-таки родная коммунистическая партия, а здесь чужая компартия определяет курс юани. Так что здесь, наверное, все-таки немножко похуже. Но меня в данном случае интересует другой вопрос. Почему непосредственно Россия не может расплачиваться с Китаем за их товары непосредственно в китайские банки? Почему нужен такой посредник? Так, давайте буду развеивать ваши иллюзии. Значит, то, что мы сейчас наблюдаем на валютном рынке России, это как бы советская модель, но еще с китайским акцентом. Вот смешно. Но факт остается фактом. Курс юани определяет ЦК КПК, вы абсолютно правы. Но беда в том, что на самом деле курс рубля, он тоже теперь, уже даже до этих санкций, был не вполне рыночный. Потому что, ну, вот надо объяснять, что в декабре прошлого года, давайте повторю, это то, о чем никто как-то не знает и не обращает внимания. В России был принят новый закон. Называется закон об организованных торгах. Кому он интересен? На самом деле он очень важен, потому что в нем появилась новая статья, в чем в последний момент, уже в Госдуме шло обсуждение, вдруг внесли проект к дополнительную статью. По этой статье Центробанк России наделяется правом отключать от валютных торгов любую валютную организацию, торгующую на рынке, проводящую политику, которую Банк России считает неправильной. Так вот, эту организацию Банк теперь может отключить от торгов от трех до шести месяцев. То есть, на самом деле уже с декабря прошлого года реально курс стал определяться Центробанком и Минфином в административном порядке, как в Советском Союзе. ЦК КПСС нет, а Центробанк с Минфином определяет. Если ты играешь против рубля не так, как это нравится ЦБ, они тебя просто выгоняли с рынка, и ты уже ничего сделать не мог. Поэтому ты должен был играть в том коридоре, который задавал Центробанк. Так что уже был регулируемый курс, а теперь он еще регулируемый с другой стороны, со стороны юаня, со стороны ЦК КПК. Так что давайте это поймем. Значит, теперь что касается, почему не проходят платежи. Значит, смотрите, когда вы продали газ и нефть в Китае, вам за это заплатили, и этот платеж никто не блокирует. К вам пришли юани. Отлично, вы теперь богат на юани. И, соответственно, с этими юанями вы дальше приходите и говорите, вот банк китайский, я тут договорился с такой-то китайской компанией, я у нее хочу купить товары. Я плачу юанями ваши национальные валюты. На что банк Китая говорит, ты знаешь, некоторая проблема, а мы же не знаем, что за товары ты покупаешь. А вдруг эти товары двойного назначения? А там сейчас эти документы американские, они такие обтекаемые, такие расплывчатые, что никто не понимает, какой товар может подвести под понятие двойного назначения. Поэтому китайский банк говорит, ой, конечно, юани я люблю, и китайскую компанию, которая тебя поставляет, еще больше люблю. Но, черт его знает, вдруг американцы сочтут, что вот эти товары, за которые ты готов платить юаням, товары двойного назначения, и мне тогда применят санкционный режим, и мне перекроют долларовые счета корреспондентские в банках, и я не смогу китайским компаниям опелачивать все такие операции по американскому. То есть, если я правильно понимаю, сейчас мы оказываемся под воздействием двух начальников. С одной стороны, ЦК Компартия Китая, с другой стороны, Вашингтонский обком, который командует ЦК Компартия Китая. Эта конструкция действительно тяжелая, конечно, так вот, слуга двух господ, это тяжело. В целом, понятна ситуация, вот, если можно на пальцах, а что все-таки означает, с одной стороны, для потребителя, для граждан России, которые так, некоторые из которых так горячо все это поддержали, и радовались дедоларизации, ну, я просто медиакритик, я постоянно слышу крики о том, что надо запретить доллар, доллар, грязная бумажка, наконец-таки все, запретили. Вот теперь, как будут радоваться граждане, телезрители российские, вот, меня эта категория людей очень интересует, вот, что они увидят в результате дедоларизации и юанизации, соответственно? Значит, ну, смотрите, значит, они могут увидеть последствия двух видов. Во-первых, у них начнет сокращаться ассортимент товаров на полках, потому что, ну, просто, меньше будет импортных товаров, это, конечно, ну, смотрите, обычно, ручная торговля держит запас на три месяца, и чтобы этот запас, ну, нормально был, ты мог все время брать из этого запаса товары и на полку класть, у тебя все время должен пополняться этот запас, идти главный поток, постоянно и плавно. Но если у тебя платежи не проходят 3-6 месяцев, а у тебя запас 3 месяца, то ты нормально пополнять запас не можешь. Или ты должен в два раза увеличить оборотный капитал, который направляешь на покупку товара в Китае. Оборотный капитал – это деньги, ты эти деньги должен будешь в бизнес вложить, ты эти деньги должен будешь окупить. Тогда что происходит? Ты должен повышать розничные цены, чтобы купить это, дополнять ты вложения в бизнес. А куда же мне деваться-то? Ну, если я не буду это делать, то у тебя пустые полки. Поэтому выбирай, дружок, что ты хочешь, какой пирожок. Либо пустая полка без импортного товара, либо полка с импортным товаром, но он существенно дороже. То есть, правильно я понимаю, что для российских телезрителей наступят времена инфляции, которые могут быть не очень объявлены, но тем не менее ползучи. Или я ошибаюсь? Ну, вы как-то так очень оптимистично смотрите на мир. Наступят времена инфляции. Они наступили по полной. Чего же они наступят? Они только будут усугубляться, я бы так сказал. Они уже наступили, инфляция уже большая. И если вы посмотрите то, что мы видим в результатах исследований, то картина не очень веселая. Даже если брать такую официальную статистику Центробанка, то он и то дает инфляцию, где-то выходящую на 9% годовых. Поэтому он держит эту высокую ставку 16%. Судя по всему, поднимет эту ставку ключевую. Ну, ожидание сейчас, что поднимут до 18%. Так что инфляция большая. А если вы возьмете инфляцию по потребительской корзинке населения, есть такая структура, российский холдинг Рамир. Его пока еще, слава богу, не закрыли. Он пока идет в плен. Это очень хорошая структура. Я участвовал в ее организации. Да. Так что я думаю, хорошо. Слава богу, их пока еще не закрыли. Они у меня сидели, да. Они у меня сидели, как журналистов России. Ну, вот видите, какой-то такой источник информации. Вот они выдают совсем другие цифры, страшноватенькие. У них там, получается, с начала войны розничные цены в России уже вырасти больше, чем в полтора раза. И, в общем, не замедляются. Поэтому, конечно, там не то, что россияне увидят инфляцию. Они увидят искорение инфляции. А это будет означать много интересных вещей. Это будет означать, что их реальные доходы будут падать. Почему? Потому что рост зарплат в России прекращается. Мы уже видим в статистику по рынку труда, что частный российский бизнес зарплаты перестал повышать. Ну, он все свои резервы выбрал. Не тяжело повышать зарплату бесконечно. Это только человеку кажется, что надави на начальника, он тебе зарплату повысит легко. А тот, кто был начальником, знает, что у него есть денежные ограничения. Всегда на повышение зарплаты. И если в России нет просто производительности труда, а его нет, то я не могу повышать зарплату бесконечно. Я тогда проедаю свою прибыль и банкрочусь. Поэтому частный бизнес какое-то время там посоревновался с военно-промышленным комплексом в гонке зарплат. Ну и выдохся. Выдохся. У него же деньги не бесплатные. Поэтому сейчас рост зарплат перестал. А индекс цен растет. Инфляция разгоняется. Поэтому некий рост реальных доходов, который был первые два года войны, он перейдет в падение реальных доходов. То есть корзинка, которую сможете купить товаров, будет все меньше и меньше. Просто на это денег не хватает. Ну вот так же вот ждут россиян две вещи. Сокращение ассортимента, импорта и, соответственно, удорожание товаров. Во что это выльется, посмотрим. Кроме того, надо понимать, что разрушение валютного рынка, в том виде, в каком он был, тоже фактор инфляции. Потому что теперь же получается, что все торги будут идти между банками. Деньги нужно будет проводить через несколько банков, чтобы как-то получить деньги. Хотя бы для оплаты в Китай. И в итоге каждый банк будет в цепочке брать свои комиссионные. И мы ожидаем, что, соответственно, это приведет к удорожанию денег для того, чтобы покупать импортные товары. Процента на 2, а эти, значит, 2% добавятся к росту цен. Так что в России, как не развернешься, все упираешься в ускорение инфляции и снижение реальных доходов. Вот такая картинка. Может это привести к тому, что вот эта парочка двух гигантов, на плечах которых держалась, насколько я понимаю, российская экономика, финансовая ситуация в России, Набиулина и Силуанов, вынуждены будут отступить от своих принципов, включить печатный станок и, так сказать, начать печатать необеспеченные деньги. Или на это расчета нет. Вы неописуемый оптимист. В раме разговаривать одно наслаждение. Вы так хорошо. Это же просто наслаждение. Становка включена уже давно и работает просто в три смены, как военные заводы. Давайте я вам по цифрам пробегусь. Значит, у нас с начала войны денежная масса в России выросла в полтора раза. Полтора раза. А экономика, если вы помните, в 22-м году минус 1,2, а в 23-м плюс 3,6, значит, считайте, что, в общем, если из одного вычтет другой, грубо говоря, то, в общем, получается, что у вас где-то на 2% вырос. Даже если вы поделите два индекса, то тоже где-то получится у вас 1,2 с небольшим. Значит, валовый продукт России, добавленная стоимость, выросла на 2% за это время, а денежное масло выросло в полтора раза. Это что значит? Это как раз то, что значит, что печатный станок очень даже активно работает. И через кредитный канал деньги закачиваются. Виолина пытается как-то это пригасить, но не очень получается. Население бежит, берет кредиты, несмотря на высокую стоимость кредитов, потому что люди, по-моему, в России тратят сейчас как не в себя. Они жутко испугались будущего. То есть они на словах рассказывают красивые вещи о том, как все хорошо в России, какое они видят светлое будущее страны. А по факту на рынке они бегут срочно покупать, пока еще можно, пока есть чего, и пока есть еще какие-то деньги, потом будет дороже. Поэтому, конечно, идет безумная вот эта инфляция, безумный рост спроса, хотя и он уже начинает замедляться. И безумные пустые деньги по экономике бродят со страшной силой. Нет, я просто имел в виду, тем, кто давно живет, есть с чем сравнивать. Я помню, что происходило в начале 92-го года, когда рубль стремительно превратился сначала в копейку, а потом в доли копейки. Когда главная задача людей, которым еще платили зарплату, было немедленно в этот же день, в этот же час, до обеда истратить всю зарплату, потому что к вечеру она уже остановилась пустыми бумажками. Я про это, вот про это. Что-то похожее грозит, или это... Посмотрите. Я это имею в виду. Я имею в виду Зимбабве. У нас все-таки кто был? Ну, понимаете, это вот смех смехом. У нас же курс на Зимбабве. Это же, так сказать, наш лучший друг. Питерский экономический форум, там главный, как бы, гость и друг был Зимбабве. Там с тачками, так сказать, ездили за картошкой, с тачками денег. Килограмм картошки стоил намного дешевле, чем... Вернее, дороже, чем килограмм денег. Ну, смотрите, значит, до такой инфляции, как Зимбабве, мы еще не дойдем. Но это, конечно, такая, не дойдем, пока, в общем, мы держим Набиулина. Но я должен вам сказать, что против Набиулины же очень большой фронт есть. Ее же очень многие в аппаратах власти ненавидят. Я читаю документы, которые оттуда выходят. Там прям, знаете, уголовное дело уже построено, в винительное заключение написано. И, значит, как раз идея-то в том, что вот именно Набиулина своей высокой стоимостью кредита генерирует инфляцию в России, прелесть какая. То есть то, что вливаются безумные деньги через бюджетный канал в оборонку, это вроде как бы отношение не имеет к инфляции. А вот то, что она высокую ставку поставила, так вот это и есть главный фактор. Именно из-за нее кредит дорогой. Именно из-за нее экономика не растет. И надо срочно ее убирать, как врага народа. Ну вот, если это произойдет, то мы, конечно, можем двинуть к ускоренно, к Зимбабве, это вы правы абсолютно. Но вроде пока такого явного движения нет. Поэтому некий шанс, что, может быть, как-то проживем без зимбабвийских темпов, существует. Но на самом деле, если серьезно говорить, то мы экономисты полагаем, что когда инфляция уходит хотя бы за 20% годовых, уже нехорошо в экономике. Потому что в этом случае уже не очень разумно наращивать производство товаров. Выгоднее поддерживать дефицит, выгоднее ничего не производить, потому что ты зарабатываешь на том, что товар лежит на складе. И тебе от этого хорошо. Потому что он лежит на складе и, соответственно, он дорожает. И это прекрасно, потому что тебе не надо ничего производить, никакое сырье комплектующие покупать. Товар лежит на складе и дорожает в темпе роста цен на рынке. Ты немножечко продаешь, чтобы были живые деньги. Остальное лежит на складе и без всяких усилий с твоей стороны дорожает. И тогда экономика разваливается. Так что для того, чтобы начался процесс распада экономики, достаточно инфляции больше 20%. Так что мы к этому как раз очень близки уже. Понятно. Игорь Владимирович, вот все-таки сегодня понятно, что экономика экономикой, но очень важно соотношение ее с политическим процессом. Вчера Путин встречался, наконец встретился со своим собственным МИДом и с чего необходимо сделать, ну это же важно, именно та площадка, где он может сделать очень важные заявления. То есть Украина должна сдаться, подписать капитуляцию, Соединенные Штаты должны тоже, так сказать, извиниться перед ним за все зло, которое ему причинили. И тогда, может быть, он согласится на переговоры. Ну то есть понятно, в переводе на человеческий язык, понятно, что он собрался воевать вечно. Ну или до тех пор, пока он не завоевает весь мир. Более-менее понятна позиция. Значит, скажите, пожалуйста, вот мы знаем все цифры. Значит, 50 миллиардов от доходов, ну кредит, который должен покрываться, значит, доходами от замороженных банков. 61 миллиард от Соединенных Штатов Америки. Еще там какие-то средства на вооружение от НАТО, которые теперь станут обязательными. Ну, судя по тому, что говорил Стоунтенберг. Вот примерно понимание того, сколько сейчас будет западная помощь Украине, и ресурсы России. Война затягивается. Вот как вы ощущаете, вообще вот учитывая то, что сейчас только что произошло, то, о чем вы говорите, вообще насколько хватит у Путина ресурсов продолжать войну? Экономических. Я не говорю людских, а именно экономических ресурсов. Сложный вопрос. Смотрите, значит, у нас как бы среди российских экономистов, ну как-то сейчас такое ощущение, что вот этот 24-й год, он решительный. И он решающий. Потому что, смотрите, какая ситуация. Значит, у Путина же есть три задачи, которые он должен финансировать деньгами. Это война, это поддержание экономики, чтобы она не рухнула окончательно, российской экономике. И, в общем, какое-то задабривание населения социальной выплатами. С этим у него получается все хуже и хуже. Там на войну деньги он как-то находит. Но у него уже все хуже получается с поддержкой экономики, с поддержкой населения. Поэтому, как видите, он сделал какой-то шаг в совершенно противоположном направлении и повышает налоги. Когда я в прошлом году написал у себя в лекциях, что будет налоговая реформа, это была гипотеза. Но она, как видите, реализовалась. И налоговая реформа начинается. И с 1 января, значит, соответственно, 25-го года она начнет действовать и будут больше налоги на бизнес. 25% на прибыль. И появится прогрессивная шкала налогобложения. Народ российский пока так очень добрый, веселый, радостный. Он говорит, да это только 3% самых богатеньких обложит, а к нам это не доберется. Это сложный вопрос, потому что, смотрите, мы с вами только что обсуждали инфляцию и обсуждали рост зарплат. Значит, там, где растут зарплаты, там, соответственно, будет означать, что человек довольно быстро будет вползать в ту зону, где прогрессивное налогобложение. И поэтому, что называется, не корректируя налоги, ты будешь получать все большее число работников, которых в силу роста зарплаты будут попадать на эти самые, вот эти повышенные ставки налогобложения. И 3% начнут расти к 5, а там и дальше, да? То есть это то, что народ пока не понял. Значит, дальше народ не очень понял, что его уже начинают загонять в такую нехорошую историю с налоговыми декларациями. Никто же не понимает, что происходит, да? Люди говорят, о, налоговая декларация, налоговая декларация, да это что такое вообще за зверь? Все позабыли, как мы их заполняли в 90-х годах. А ситуация же простая. Масса людей в России зарабатывает налево, никому об этом не рассказывает. Ну и как бы, ну, не рассказал, не рассказал, не поймали, не свободен. Но когда ты должен делать декларацию, и у тебя как бы некоторые доходы туда не включены, и ты поэтому написал, что ты получил маленький доход, едва вот до 200 тысяч перешел и заплатил маленький, а на самом деле ты заработал больше, но ты эти доходы не показал, то ситуация с юридической точки становится совсем другой. Это уже фальсифицированная налоговая декларация. Это, строго говоря, налоговое преступление, за которое вполне серьезно можно наказать. Люди пока этого не понимают, верят, что все хорошо. Значит, и так мы понимаем, что у Путина уже на войну деньги есть, на экономику налететь все меньше и меньше. И проблема в том, что мы все время говорим только о финансировании войны, не замечая, как нарастают проблемы с самой Россией. И здесь угроза, смотрите, вот давайте я просто, ну, как бы напомню историю. Рухнул Советский Союз, да, где мы с вами родились. Он же рухнул не в итоге войны. Нас никто не захватил, нас никто не победил, нас никто не оккупировал, Советский Союз. Но экономика разрушилась до такой степени, что, в общем, жить в СССР стало невыгодно, и всем захотелось из СССР подальше уйти. И самому народу советскому стало так противно, что он биться за Советский Союз не захотел. Он на референдуме проголосовал за Советский Союз, а когда Советский Союз развалился за три дня, то никто не вышел на улицу с криком «Верните нашу великую Родину». Потому что всем так обрыдло жить в этой нищей, убогой экономике, где ничего не было, никаких перспектив не было, что народ проклял Советский Союз и рванулся в рыночную реформу, надеясь, что хоть там как-то заживет. Ну, так же было. Вот примерно та картина сейчас нарастает и в России. То есть на войну деньги будут находиться, как они находились в СССР, на милитаризацию Устиновскую. А вот все, что касается гражданской жизни, будет разрушаться, становиться все более паршивым, будет возникать все больше раздражения, озлобления, усталость населения. И это будет ощущаться верхушкой, которая поймет, что теперь, если выкинуть какой-нибудь красивый лозунг, то можно неплохо перехватить власть, как это сделал Ельцин на ваших глазах. Ну да, тут, ну, к сожалению, Игорь Владимирович, здесь вы вступаете на мою территорию, на территорию социологии, на территорию политики. И здесь, конечно, Путин это не Горбачев, к сожалению. И ситуация, которая складывается сейчас, она такая, что, так сказать, зависимость, то есть недовольство, конечно, будет расти, но у Путина есть возможности канализировать это недовольство, бросать на копья, так сказать, и там назначать виновных. Ну, а те, кто будет недовольны, какие-то возмущения, для этого есть Росгвардия. И мы, ну, я просто, я просто, хорошо, я был, ну, в какой-то степени в центре событий в то время, когда произошел распад Советского Союза. Я абсолютно, вот здесь я сто процентов уверен в том, что, если бы на месте Горбачева, если бы в январе и затем в марте 85-го года Политбюро проголосовало не за Горбачева, а, скажем, за Романова или за Гришина, не дай бог, или там еще были кандидаты похлеще, то вот у меня есть твердое убеждение, что Советский Союз, короста вот этого Советского Союза, она бы сохранилась и сейчас. То есть никаких шансов правы, но, 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 но есть. Во-первых, появилась масса людей, которые хотят большого передела в самой элите России. Это в СССР было не так много в верхнем эшелоне, это был второй эшелон, второй секретарий. Здесь в первом эшелоне много желающих передела, они не владеют такими активами, какие хотели бы владеть. И знаете, еще, что я вам хочу сказать, да, я выйду за свою зону, но я обращу внимание, что в России с 1917 года не было такого количества мужчин, прошедших крест-фронт, привыкших убивать и не ценящих человеческую жизнь. Это совсем новый фактор, которого не было до сих пор, а теперь он появился. И поэтому, если кто-то в элите захочет, то это будут совершенно другие истории. В СССР такого не было, а сейчас есть другая история. Поэтому я согласен, что, конечно, не Горбачев, но тем не менее и не прочие участники ГКЧП. Другие люди. Нет, это правда, это бесспорно, все это бесспорно, и я нисколько не сомневаюсь, что на меня как раз интересовалось, хватит ли у него денег на войну. Пока непонятно. Сейчас, смотрите, я почему сказал про 2024 год решающий. На 2024 год как бы финансовая ситуация более-менее понятна. Мы уже говорили давно, что 2025 год непонятный по финансовой обеспеченности, и правительство поэтому испугалось и ввело вот эту налоговую реформу. Но мы опять-таки не знаем, сколько эта реформа даст денег, закроет она дару или нет. А резервы у правительства России уже маленькие, потому что, смотрите, остался очень уже небольшой ФНБ, и то в основном ФНБ, это в основном те же юани, например, 2,9 триллиона рублей, если пересчитать из юани в рубли, вот это то, что можно реально потратить. Это уже довольно мало, и кстати, если начнутся какие-то проблемы с продовольствием, ну давайте мы совсем страшные вещи скажем, то нужно будет закупать продовольствие, денег на это мало. Просто даже ФНБ мало, а мы не знаем, какая будет осень, как вы знаете, с точки зрения сельского хозяйства, этот год нехороший для России, и мы еще не знаем, что мы с вами получим по осени, поэтому мы пока не очень понимаем, хватит ли ФНБ даже хотя бы на закупку продовольствия, кучевство продовольственного кризиса. Значит, дальше ФНБ есть золото, но золото, в общем, особенно российское, никто особо покупать не хочет, поэтому Минфин его продает только Центробанку, а Центробанк в ответ выпускает пустые рубли в обмен на неликвидное российское золото. Это опять же инфляция. Поэтому ситуация такова, что они пытаются отнять деньги у бизнеса, повышая налоговое бремя. Бизнес по этому поводу вопит. Почитайте выступление Мордашова, уж какой лояльный или не лояльный, а на русском форме взвыл в голос. Что же вы, ребята, делаете, беспредел налоговый? Ну вот примерно так он выступил, потому что вы делаете с налогами. Вот вы забиваете дыры, грабите, как хотите, так работать нельзя. Уж Мордашов очень тихий, аккуратный и очень осторожный. И то вы забил. Поэтому на самом деле хватит ли на 25-26 год денег, чтобы и вести войну, и удерживать экономику от краха, и как подкармливать население, мы пока не знаем. Сомнений есть. Посмотрим. Да, ну на Петербургском экономическом форуме там было несколько, так сказать, таких плачей Ярославной. Был плачей Ярославной от господина Макарова, редкостного, так сказать, ну он как раз профильный комитет возглавляет, и он там восстал против вот этой вот политики, датирования все и вся. Вот это было очень забавно смотреть, когда человек, который организовывал все это, все это безумие, Единая Россия, и вот он, так сказать, восстал против самого себя. Это было очень смешно. Значит, каждый из них готовит себе алиби. И вот это для меня было очень интересно. На петербургском форуме каждый аккуратненько готовил себе алиби. Дескать, я видел проблему страны, я предупреждал, мы не услышали, не услышали, какой из меня спрос. Вот с чего они вдруг начали так аккуратно и срочно готовить себе алиби, это как раз интересный вопрос к вашей сфере деятельности. Ну да, то есть они начинают, они еще не бегут с этого корабля, но начинают, так сказать, как-то готовить себе выгрызать щепочки для того, чтобы из них сделать шлюпочку, для того, чтобы, может быть, удастся спастись. Это забавно. Игорь Владимирович, вот очень важный вопрос, ну, я не знаю, насколько, насколько, так сказать, у вас, может быть, инсайты есть, может быть, как-то, знаете, а почему, собственно говоря, вот то, что мы видим сейчас, вот это вот достаточно жесткие зубодробительные санкции, которые были применены, после чего, действительно, российская экономика начала чувствовать, ну, какая-то пробоина нижней ватерлинии явно произошла. Почему этого нельзя было сделать, ну, скажем, в марте 2022 года? Я понимаю, что вы не являетесь министром финансов в Соединенных Штатах Америки, ну, пока, пока не надо. Игорь Александрович, это война, это длительный процесс. Смотрите, у вас только что вылез из тумана президент России стал рассказывать, что в ходе войны выковались новые военные кадры, правда же? И он этим гордится, прямо делает какие-то параллели к Великой Отечественной войне, где тоже, как вы помните, поначалу маршалы Ворошилов и Будённый положили кучу жизней в безумных атаках танковых, так сказать, против которых они вывели конницу, но это безумие. Но потом выросли другие, военачальники маршала Победы, как мы их называем, и это появились новые кадры. В США происходит то же самое. Американцы чрезвычайно расслабились после, так сказать, победы над СССР в Великой Холодной войне, и они, в общем, ликвидировали аналитические структуры. Советологи, помните, была такая профессия? Довольно малая, и там были очень неплохие люди, которые кое-чего начали понимать в СССР, их разогнали, сказали, но все, ребята, свободны, мы победили, больше не нужно. И в итоге выяснилось, что американцы ничего не понимают, и, кстати, до сих пор принимают неразумные санкции, вредные для Запада, полезные для России. Скажем, то, что они перекрыли вывод капитала из России, это полный бред. В итоге деньги вернулись в Россию, и это заместило потерянность ЗВР России. Но это было сделано, да, деньги не дали выводить, людям не дали выезжать. Ходорковский правильно писал, что это абсолютно бредовая была история, но это было вследствие чего? Низкой квалификации аппарата управления, что в США, что в Европе. Но третий год идет, третий год, набирается опыт, набирается понимание, возникает понимание того, как россияне обходят санкции, набирается понимание, как можно этот обход перекрыть. Поэтому потихонечку выращиваются новые маршалы санкций, я бы так сказал. И они начинают принимать более жесткие, более адресные, более точечные решения. И это мы уже наблюдаем, обратите внимание, нанесен сильный удар очередной по СПГ, проектам России, значит, уже четко видно, кто какие танкеры куда гоняет, и отрабатываются механизмы, блокировки этих танкеров. И уже, посмотрите, довольно много танкеров с Омком флота стоят на якоре, никуда не плавают, ничего не возят. Так что просто набирается опыт, война, в ней все стороны учатся воевать. Игорь Владимирович, следующее, после того, как уже наберутся опыта маршалы финансовых побед в Соединенных Штатах Америки, следующий виток санкций, ну, я не знаю, может быть, стоит как-то сказать о том, что вы видите. Ну, вот, условно говоря, вы сегодня, вы еще не знаете, но прошло, так сказать, прошло назначение вас министром финансов Соединенных Штатов Америки. Вы возглавляете... ну, нет, ну, слушайте, надо, надо, ничего не, надо, не уклоняйтесь от ответственности. Ваши действия, для того, чтобы ликвидировать вообще возможность России продолжать войну. Вы министр финансов США, что вы делаете? Ну, я не могу предлагать это уголовное дело в России, но мы, конечно, можем предположить, что будет разыграна схема размена. Собственно, мы эту схему частично уже видели, американцы к ней потихонечку приходят, они ее пока отыграли и начали применять в республиках Центральной Азии, то есть они предлагают некое сотрудничество активное более США и некие выгоды и блюжки для стран Центральной Азии, если они перестают работать активно с Россией. Это работает. Поэтому вопрос состоит в том, что самое страшное для России, сумеет ли администрация США найти такую же модель, или захочет ли такую же модель найти с Китаем. То есть, если они найдут какую-то систему, систему, а мы вам, а вы тогда, тогда может быть очень неприятная история, потому что, конечно, для Китая сотрудничество с экономикой США значительно важнее. Я обращу ваше внимание на то, что вот Син Цзипинь ездил недавно в США, если вы знаете, и программа визита была сделана совершенно невероятным образом, отчего обалдели даже американцы. Она была сделана так, что он приезжает, и в первый же день у него большой обед с американским бизнесом, и только потом устал он ей встречаться с президентом США как второстепенным персонажем. Но американцы схему поломали, застали сначала встретиться с президентом, потом общаться с бизнесом, но основная цель была это разговор с американским бизнесом, что тот вернулся в Китай, продолжал проекты, потому что без этого Китаю плохо. Значит, для Китая сотрудничество США настолько важно, что если какой-то размен ему будет предложен в виде сокращения каких-то пошлин или каких-то снятия санкций против китайского экспорта в США, в обмен на сокращение всяческих поставок в Россию, то я не могу исключить, что Китай бодро предаст Россию и, соответственно, продаст ее за дополнительные выгоды в торговле США. Ну, тут единственное, это было бы гениально, только единственный вопрос, что для этого нужно пересмотреть внешнеполитическую доктрину США, в которой все-таки Китай является, так сказать, ну, в каких-то фразах первой угрозы, первым оппонентом, но в любом случае Китай воспринимается очень, ну, по крайней мере, так сказать, Соединенными Штатами Америки как главный противник, а вот эта вот мелочь, так сказать, вредная, которая болтается под ногами России, она, в общем, воспринимается, да, как, ну, просто как какой-то хулиган, который, так сказать, не заслуживает такого мощного удара, поэтому я высказываю гипотезу, а не предлагая президенту записку о том, что это надо сделать. Понятно, тем более, что, в общем, хорошо, нет, это здорово, это действительно может быть дозреют до этого. Игорь Владимирович, в наших беседах обычно я прошу вас завершить наш разговор ответами на те вопросы, которые я не задал, которые вы считаете важными. Ну, смотрите, вопрос состоит в чем? Что будет происходить с курсом? Вы же об этом не спросили. А народ находится сейчас в лирвическом состоянии, меня забрасывают письменно, что делать, продавать, покупать, что делать. Ну, в общем, как бы ситуация действительно крайне непредсказуемая, потому что мы видим совершенно такую расшатанную экономику, в которой, возможно, абсолютно любые ходы. Сейчас появился совершенно такой неожиданный вариант, что может произойти, возникнуть ситуация, когда курс доллара упадет до 50 рублей. Так было в 2022 году. Но это будет только в том случае, если обвалится совершенно ужасающе российский импорт. То есть, если начнется вот это опустение полок, то не нужна будет валюта для импорта, ее девать будет некуда, и, соответственно, придется ее опускать. Но тогда рухнет российский бюджет, поэтому, что он, соответственно, зависит от курса. Для пополнения бюджета лучше бы обесценить рубль до 120, как я говорил раньше, потому что это хороший источник. если в будущем году налоговая реформа не даст того дохода, который ожидал Минфин, то им придется опять пойти по пути девальвации и рубль аккуратно опустится до 120, а может быть и больше, как мы предсказываем. Но вот что делать конкретным людям военничество, я бы сказал, что все-таки сейчас желательно по-прежнему накапливать доллары, но только скорее все-таки в наличной форме. Мы возвращаемся, повторяю, в 90-е годы, и это, конечно, архаично, это глупая, неэффективная форма, ты не можешь эти деньги вложить, но с другой стороны российские банки сейчас доход-то по валютным вкладам вообще стараются не давать, а ворот берут комиссию. Поэтому все-таки я бы сказал, что в сегодняшней ситуации лучше накапливать хоть какие-то резервные средства по-прежнему в долларах и евро, юань опасная валюта, обратите внимание, юань сейчас подешевел даже немножечко, и если будет большой экономический кризис в Китае, то юань будет девальвирован правительством Китая, поэтому в нем держать опасно. Поэтому, ну, остается вот только то, что можно пытаться накапливать какие-то наличные доллары и евро на долгосрочный период. На коротком горизонте это может быть и не сработает, но на долгосрочном горизонте это остается разумным решением для сохранения сбережений. Спасибо, Игорь Владимирович. Дорогие друзья, с нами был наш один из ведущих экономистов России Игорь Владимирович Липсиц. Спасибо вам большое за вашу аналитику. Не бросайте нас надолго, потому что нам важен вот этот вот взгляд экономический, в котором я мало что понимаю, и нам нужна вот такая вот консультация, такая экспертиза. Спасибо большое, берегите себя, всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова